Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, сердечно приветствую, благодать вам и мир доумножится. От лица братьев молодежного отдела выражаю очень сердечную благодарность, такую искреннюю за ваши теплые сердца, за ваше радушие. В течение этих дней, начиная с пятницы, а для кого-то из четверого вечера, мы были здесь в вашем городе, находимся здесь, ваши открытые сердца, открытые двери и дом молитвы, в котором мы имели это прекрасное общение, нас очень вдохновляют. В нашем молодежном отделе, в молодежном служении участвует очень много братьев, руководителей молодежи. В целом в американском объединении у нас более 2000 человек молодежи, братьев и сестер. И здесь на семинаре присутствовало 126 братьев, это чуть больше, чем мы рассчитывали. Благодарны всем поварам, кто готовил завтраки, обеды и ужины. Нам было очень-очень приятно здесь находиться. Друзья, ваша церковь, она похожа на филиппийскую церковь, как апостол Павел отзывается о ней. «Радость мой, венец мой, стойте в Господе». Главной темой наших рассуждений на семинаре был пророк Илья из Ветхого Завета. Мы проецировали служение пророка Ильи на служение руководителя молодежи. Его ревность, его дерзновение, его одиночество, его победы, его общение с Богом. Это мы все имели в виду как служение нашей молодежи или руководителей молодежи. Друзья, эта история заканчивается тем, что Илья ушел на небо. В четвертой книге царства мы читаем. «В то время, как Господь хотел вознести Илью на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала. И когда они шли дорогой и разговаривали, вдруг, совершенно неожиданно, появилась огненная колесница, и понесся Илья в вихре на небо. Что сказал Елисей? Отец мой, отец мой, конница Израилева. И не видел его более». Братья и сестры, эта история заканчивается тем, что Илья ушел на небо. Мы хотим с братьями исполнить песню о небе, где ты прекрасная, светлая, ясная. Родина вечная, отчизна моя. Братья и сестры, мы будем петь, мы не представители МХО, но мы поем. Но мы поем. Пожалуйста, братья, все, кто находится в зале, кто был на семинаре, пройдите. Музыканты, можете подыгрывать в реми-норе, любая. Кто желает, все играйте. Друзья, в третьем куплете будем все вместе петь, потому что небо – это наша общая цель.